Я хочу, в первую очередь, поддержать депутата от самопомощи, потому что она правильно говорит насчёт бюджета. Дело в том, что если мы посмотрим на бюджет на нынешний, то, конечно, выполнить его будет крайне сложно. Хотя бы потому, что сейчас мы знаем, что упали довольно-таки сильные цены мировые на нефть, да, и как бы те же самые нефтегазодавающие компании, на которые там сделали очень большую ставку на арендную плату, они просто предокоренные плате явно там не смогут нормально работать. Ну, в связи нельзя было, Тимошенко спросил. Будет совершенно точно, что будет недобор в этом, в этой связи целая куча таких вещей, которые будут иметь недобор. То есть сейчас правительству нужно действительно включаться максимально в эту сферу, потому что гордёт коллапс. Но есть ещё одна проблема, которая достаточно важна, это вопрос, который поднял, например, Пиловарский, это уходящий министр инфраструктуры, я с ним общался, я хочу спросить депутатов, как они могут это прокомментировать. Он говорит, что вносят в Верховную Раду некие, скажем, реформаторские законопроекты, да, министр инфраструктуры. А потом начинается магия, как он сказал, под куполом Верховной Рады, когда пытаются, так сказать, договориться каким-то образом, чтобы за них голосовали. Они приносят реформы, а вы, народные депутаты, говорите, а что нам от этого, как утверждает Пиловарский, да, а дайте нам, пожалуйста, какую-то взятку, дайте нам, пожалуйста, какую-то должность, какую-то монополию возглавить, т.д. и т.п.